Добрый вечер Добрый вечер Добрый вечер Найти общий язык Я не understand, если честно Он тоже Следующий вопрос Откуда к нам такой интересный молодой человек пожаловал? You from... Я американец Посмотри, как он улыбается заразительно Да, очень открытая улыбка Добрый взгляд Вы хорошо говорите по-русски? Я говорю по-русски, да Я говорю по-русски 10 лет Да А кто научил? У вас была русская жена? Я живу в Одессе И у меня есть жена Бившая Значит, вы должны говорить немножко На суржике Не совсем русский Такой немножко одесский Немножко должны так Такой смесь американского с одесским Слушайте, какие у него добрые глаза Открытая чистая улыбка Самое главное, что он уже обжегся Все-таки хочет еще раз попробовать Да А где вы познакомились со своей женой? Мы маршрутка Я... Вы приставали к русской одесской женщине Да, говорили, типа Я из Америки, привет Бла-бла-бла И у вас закрутился с ней роман Да Ага Она была красивая? Да, очень красивая У нее были уже дети Она была несчастлива в браке Я так понимаю, да? И вы из жалости на ней женились И увезли ее в Америку Вот я такое же унижение испытываю в Америке Когда я пытаюсь говорить по-английски А американцы очень внимательно на меня смотрят И пытаются понять И тоже так, мол, да Ну, очень приятный Вполне приятный Видно, что он застенчивый Да, застенчивый Вы увезли ее в Америку Да Поженились с ней Да И счастливо жили? Да Мы очень счастливы Десять лет Мы очень счастливы На Америку Потом я нашел Она нашел другой мужчины А вы еще и такой добрый И немножко такой американец Взяли ей дом подарили Ну куда ж гнать, что ли? А у ваших детей общих не родились? Чилдерны Тугазы Нет? Нет 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 Мы Да Мы познакомимся На машинках Это я поняла Это мы уже в Америке Мы уже не в Одессе Мы уже живем в Америке сейчас Ага И вот вы живете себе Живете А почему она другого мужчину нашла? Как она могла? Вай Что вау А полюбила? Она его любила Да часто говорила Что жизнь такая хуже, чем отрава Ла-ла Я за вас все расскажу Короче, она вам изменила Вы благородно ей оставили дом Да И куда ушли? А то сейчас Роза как начнет Представать, что у вас там есть в Америке Там, похоже, уже ничего нет Ничего нет Не трогай его Так я же половину вопросов опускаю уже Молодец И мне кажется, что он добрый Да И умеет посмеяться над собой Да Вы с ее сыном были в хороших отношениях? Эм 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 У меня есть очень хорошо Мне есть очень плохое отношение с моим сыном Почему? Потому что я хочу Это не мой сын Это мой Это мой бывший сын Детей хотите еще? Своих детей? Да Я хочу русская женщина Очень нравится экзотика женщина И я хочу моих детей Я хочу дочь сейчас Хороший возраст, 43 года А где будете жить? В России или в Америке? Я хочу жить в России Потому что я очень люблю Россию Молодец Мне очень импонирует то, что он хочет иметь дочь Я у меня Так как есть сын, да Мне тоже очень хотелось бы иметь дочку Тревис Жалко, что жены сейчас с вами нет О, да Очень-очень жалко Я здесь, потому что Я хочу Другую женщину Ну, уже теперь надо быть осторожнее А то тоже уедем Второго дома-то нет Да Я знаю, что вы из-за семьи мормонов Да У вас много братьев У меня есть четыре брать И они все связаны с криминалом О, как это интересно Я люблю плохих мальчиков Смотри, кустильный прическа Мне кажется, что Джеки Николсона чем-то похож У него типа такое Да, я думаю, на кого он похож, на актера Ну, теперь, значит, это Тревис Лариса перевела свою тему Теперь я перевожу вашу тему Относительно материального В Москве вы квартиру снимаете Я думаю, что недорого При этом книжки вы пишете Но деньги с них не получаете Потому что не в деньгах счастье Занимаетесь благотворительностью Помогаете детским домам, сиротам Что похвально, только непонятно от чего Ну, имеется в виду, с какой зарплаты Но, в принципе, я думаю, что все зрители Наши зрители, которые здесь Уже, в принципе, поняли В чем, какой материальный достаток Но Сегодня А я на каждой программе Всегда говорю, что я За отечественного производителя Нечего ввозить наш генофонд Куда-то там и помогать Но относительно вас Сегодня я буду мягкая Почему? Сегодня вы для меня, как жених, такой миссионер У нас много женщин, которые нуждаются в мужчинах А на всех российских мужчин не хватает Поэтому мы будем Ну и в Америке тоже, значит, на всех несчастных домов не хватит Он не собирается в Америку Он в России собирается Поэтому, значит, женщин у нас много нуждающихся И в мужчине, и в мужской поддержке И особо даже не хотят там Деньги, не деньги И родит вам Поэтому А счастливьте сегодня хотя бы одну Я только забуду То, что вот детей они так и не завели Это тоже показатель того, что на самом деле Отношения у них были Недостаточно серьезные Пусть у каждой женщины будет свой мужчина Про секс спроси А что, зачем его спрашивать-то? Ты на него что, не видишь, что ли? Слушай, тут и на родном-то языке на эту тему говорить сложно А уж на... Слово секс, международное слово Да? Вы понимаете? Это она стесняется сейчас Обычно спрашивает Ладно Что? Ладно Ты говоришь, секс-секс Он должен наши традиции изучать У нас традиционно бутерброд Тревес, я знаю, что вы... Так, Ловя сказал, с миссионерской прибыл Да Иностранец То есть, получается, не за я 13 лет общалась Судяна, ты уже так знаешь Я уже знаю У меня опыт Ты уже знаешь в европейскую культуру, можешь сказать То, что тебе это будет близко Тут не европейская, тут западная Ну и западная Ну и западная Ничего Давайте знакомиться уже с девушками русскими А что, подожди, а он Василиса, может, что-нибудь скажет Слушай, он нас не понимает Он сейчас звезда чё-то Которая про восьмой дом, как скажет У него волосы станут дыбом А я вот хочу тебе сказать, что... Он не пойдёт с ума здесь Нет, я понимаю Тогда своими простыми словами Вот так, смотри, прям на него Хорошо Нет, я на самом деле, это не только для Трэвиса Пожалуйста, in English, please In English, please I can't О, видите, у нас как Знают Расскажи там про Венеру раком И восьмой дом Давай Так это Венера раком вас задевает всех Это единственное, что я помню Мужчина и мужчина В меру активный, в меру общительный Я думаю, что если бы мог говорить легко по-русски Общался бы многословно Переговорил бы нас точно Но поскольку сегодня у наших героинь может быть языковой барьер В силу того, что кто-то знает, не знает английский язык Я приготовила такой, ну, международный тест Это тюбик с зубной пастой У меня нет его воочию Но на самом деле это во всём мире Не только в России, но и в Америке Шутят о том, по характеру То, как обращается с тюбиком с зубной пастой Вот ты, например, Лариса Как с пастой, не знаю Но что могу любого человека в тюбик загнать Просто Я просто выжимаю Просто выжимаю, да? Не закручиваю Вот выжимаю, выжимаю Ну, вот просто на самом деле нужно оценить два параметра Человек закручивает крышку у зубной пасты или нет? Что с ней происходит? Если не закручивает, не закручивает Он международный дебил Просто, понимаешь? Тебе говорит твой знак, я тебе потом расскажу А ты не закручиваешь? Закручиваю Представляешь, он потом так окостеневает, засыхает Не-не-не И когда начинаешь, он там дым И в зеркало Ну, вот я сейчас тебе расскажу, как с зубной пастой обращается Трэвис Это очень многое скажет о характере Мне кажется, так проще Гороскопически Слушай, это Близнецовская Луна и Солнце в Овне Ну-ка Такие мужчины Сначала в течение пяти минут громко орут С вопросом, где и кто взял их зубную пасту Потом находят ее, ну не знаю, в корзине с грязным бельем, например И от злости ее расплющивают, выбрасывают и идут за новой Че, так всегда? Какая она сложная? Ну, не то, что каждое утро Но в целом склонен к возможным вспышкам гнева Не всегда упорядочен Могу сказать, что не любит женщин командирш Но сам, правда, командовать тоже не будет Это очень знакомый мне характер Когда пять минут, первая вспышка А потом все хорошо, все в порядке, все прекрасно Как это все знакомо? Мне кажется, вы соберетесь как пазл Мужик-мужик Да? Да, нормальный Сейчас обувь посмотрю Чистые ботинки Да, 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 да Женщины обращают внимание Вы знаете, да, на обувь Да идите, знакомьтесь с первой невестой Пожалуйста Бенком Встали И лет's go Здравствуйте, Трэвис Здравствуйте Очень приятно с вами познакомиться Меня зовут Оксана Я, к сожалению, не владею английским языком Но я думаю, что у нас с вами все сложится Вы меня обязательно научите Спасибо Пойдемте Оксана 29 лет Педагог-психолог в детском саду Гордится своим сыном Мечтает собрать большую домашнюю библиотеку Предупреждает, что не позволит мужу хозяйничать на кухне После рождения ребенка Муж Оксаны подал иск в суд, чтобы выселить ее с ребенком из дому Надеется, что Трэвис сможет ее защитить Здравствуйте, девчонки Можно я хотела бы обратиться к Трэвису? Пожалуйста, обратите Я знаю, что у него есть любимая песня Катя Лель «Муси-пуси» А мне хотелось бы предложить дуэтом спеть Споемся ли мы с вами? Ну, начинайте Да, можно музыку? Да, вместе пусть О, и я к вам приседу Припев, да? Муси-муси-пуси, миленький мой Я горю, я вся во вкусе Рядом с тобой Я как бабочка паркаю над всем И все без проблем Я просто тебя ем Пуси-пуси, муси-пуси Слушайте, я расстроилась А еще считаемся домом высокой культуры быта Я имею в виду программы высокой культуры быта считаемся Уси-пуси какие-то И чего? Лясь-масясь, и что такого? Я тоже выйду и с ним встаю Да У тебя голос такой симпатичный У тебя хорошо получится Ой, спасибо Вы были несчастливы в браке? Да Очень медленно, глядя в глаза Тревису Расскажите, почему были несчастливы? Что у вас есть ребенок? Все своими словами, каратенько Про свекровь, сволочь, про все К чему вы не хотите еще раз возвратиться Сами Я просто даже снимаю с себя эту миссию Задать вопросы К сожалению, свекровь у меня была неплохим человеком А, конечно, личную жизнь мне очень испортил мой свекор Как это ни странно Прожили мы в браке с мужем всего один год Вот Все изменилось после рождения ребенка Я перестала его интересовать как женщина Оказывается, такие же проблемы были у него и с первой его супругой После рождения ребенка ему женщина стала неинтересна То есть вы полной стали что? Нет, я очень быстро похудела Ну просто была хорошая фантазия Нет, ну просто как можно Она же потом этими губами целует ребенка Как это Как это В живое материнское тело Маму ребенка Это же нельзя с ней делать Ну у него просто Особенность была психики и все Типичная история, когда Ну да После рождения После рождения Многие мужчины В итоге получается Женщина остается на руках с ребенком Шампунем лошадь А у вас что, нет квартир? Почему вы? Нет А вы сонят откуда? Я родом из Ростовской области Вот Родилась и выросла в деревне Там у родителей свой дом К сожалению, там нет работы Чтобы я могла вернуться к родителям Вот То есть я правильно понимаю Вы не прописаны в его комнате Мы прописаны У него Тревис уже был такой опыт Воспитания чужого ребенка И здесь как бы опять повесить на него это все Не знаю Сколько вашему ребенку лет? Моему ребенку почти 6 лет С вами живет? Живет со мной Смотрите, Тревису очень нравится Россия Больше, чем Америка Это очень хорошо Хороший вкус, молодец, хороший мальчик Поедете в Ростовскую область Вам Это уже привычно Одесса, море, тепло Ростовская область Тоже море, тепло А почему в Ростовской-то? Вы в Москве живете? Можно и здесь остаться Я жить в Москве Москва, он снимает А вы, кстати, не боитесь Вот переедете к Тревису И быстренько ваше там Квартирка-то уйдет Без вас-то Ну, все возможно Это не квартира Это комната вообще Жить Ну, неважно Готовы рискнуть Ну, почему нет? Я не На следующий же день Сразу к нему перееду В школе какой язык учили? Немецкий Наверное, они быстро поженились Может быть У них не было достаточно времени Друг друга узнать, хорошо Может быть Язык вы учите? Ну, почему нет? Ребенка как выдернете Из привычной среды? Ну, это нужно делать все постепенно Будем общаться, знакомиться Страха нет? Все другое В любом случае Страх всегда присутствует Когда что-то неожиданное И когда ты ни разу этого не пробовал Но все нужно пробовать Общаться А что пробовать-то? Мужчина, он и есть мужчина Жить собирается здесь Плохо говорит по-русски Его просто брать надо Понимаете? И с тюбиком И с ботинком Ну, хорошенький Да Просто брать и все Говорить Вот я к тебе пришла, милая Теперь живем И все И в ЗАГС его Или куда там Понимаешь? Человек, который Не очень хорошо Владеет Иностранным языком А русский Для Тревиса Иностранный Это не значит Что он автоматом дурак Русский Он просто Не знает русский Ну пусть они попробуют пообщаться Может у них, кстати, очень хорошо получится Я думаю, она выучит английский Если она преподаватель, да Значит у нее есть вот эта вот закалка Такая академическая натасканность, да Чтобы учиться Поговорите Печально По-русски Тревис Тревис, я услышала, что вы мечтаете о дочери Это так? Я хочу дочери Потому что я никогда есть Я никогда есть Не имел детей Нет, нет детей Я первый женат Ну, наши желания в этом совпадают Потому что мне тоже хотелось бы еще иметь дочку Девочку Девочку, да Хорошо А что, она английский выучит, он русский выучит Как раз постель все учить будут Думать Да, потом, мне кажется, выучат и поймут, что между ними пропасть И что теперь? А ей помогать надо вообще, знаешь Ей обязательно все нужно учить Потому что нос высунет из своей квартиры и все Какие-то такие коренные, знаешь, слова, которые будут Они знают только о ней между собой Будут общаться У них будет местный такой семейный язычок Они будут по-своему там А больше шатикулировать, мне кажется Как вы в идеале видите свою замужнюю жизнь? То есть вы хотели бы, например, выйти замуж И в ближайшее же время родить следующего ребенка Или вы хотите поработать, попритираться Например, покопить деньги какое-то время потом родить Нет, как вы себе видите в идеале? Именно так То есть не сразу опять рожать ребенка Так как у меня было в предыдущем браке Теперь, конечно, нужно же посмотреть Как мы уживемся с этим человеком Как мы будем сосуществовать вместе Сколько времени будете ждать до того, как родить ребенка следующего? Наверное, год-два, но не так вот прям сразу Кстати, хорошо, когда люди не так хорошо друг друга понимают Да, в некоторых ситуациях Они могут меньше ссориться У вас есть три бонуса Свидание наедине Скелет в шкафу И семейная традиция Чудетие А у вас есть семейная традиция? Да, у нас есть семейная традиция Мы своим близким дарим вот такую куклу-подорожницу Это славянская куколка Которую в народе раньше, в древние времена Клали с собой в карман И она приносила удачу Особенно если странник куда-то отправлялся в путь Вот я хочу Трэвису вручить такую куколку Подорожницу на удачу Ну, и чтобы она поминала обо мне Ее можно положить в кармашек Вот Да И сюрприз покажете? Да, конечно Пожалуйста А можно мне Трэвиса пригласить на сцену? Проходите У Жени, кстати, очень хорошая традиция Привозить елку на Новый год Из Ростова Из Ростова Да И она у нее стоит, когда ты в марте выхиваешь А если на севере повесить какую-нибудь игрушечку То это вообще И причем, когда у нее стоит эта елка Именно привезенная из Ростова У Жени как-то очень хороший год получается Трэвис, у нас у русских существуют крылатые выражения Которые мы очень часто используем в своей речи Но иностранцам они, к сожалению, порой бывают непонятны Их тяжело перевести на русский язык Первое такое выражение это Язык лыка не вяжет Как вы думаете, что это означает? С ума что ли сошла? Даже русские тебе мужчины не ответят Когда мужчина находится в очень сильном алкогольном опьянении Он совершенно не может говорить Поэтому о нем говорят Он язык лыка не вяжет Лыка Лыка на важе Вот видите, как у вас здорово получается Мне очень глаза ее нравятся Очень большие, выразительные Я думаю, он ее слушал, ничего не понимал Но смотрел в эти волшебные глаза И уже любовь А есть еще такое выражение Ужас, как хорошо Ужас, как хорошо Это означает, что Как замечательно Как замечательно Это вот в сексе хорошо Ужас, как хорошо Как замечательно Здорово 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 А еще есть такая Еще одна традиция у нас есть Присесть на дорожку В давние времена Люди верили в домовых И когда они собирались в дальний путь Они всегда присаживались на дорожку Давайте мы с вами тоже присядем А ты его куда отправляешь, что ли? Да Да Они боялись увезти домового из своего дома Поэтому таким способом они его обманывали То есть присели на дорожку А в современном обществе присаживаются на дорожку для того Чтобы подумать Все ли я с собой взял Ничего ли я дома не забыл Ну что, поехали? Поехали Спасибо Лыка не вяжет Все будет хорошо Садись в чемодан И повезла Молодец Очень хорошо выступила Молодец Я сидела и любывалась Честно Если бы я была Тревиса Я бы тебя выбрала А Сад Как Оксана вам? Произвела впечатление? Да Умная Веселая Умеет петь И знает слова Любимой песни Тревиса Как вы считаете Она может подойти Тревиса? Думаю, да Но выбор Все же за ним Тревис, вам понравилось, Оксана? Нравится Очень Очень Добрые глаза Это Глаза Окна Души Зеркало души Да Зеркало души Окна Зеркало души Да У вас тоже очень добрые глаза У вас Спасибо Правда Вы очень милый Мне очень понравилось Да Так душевно Вообще так хорошо Я так боялась Вообще очень Оксана Очень хорошая Хорошая возможность Найти себе русскую жену Единственное Меня смущает Вот этот вот Дальность Расстояний Пока начнете Переписываться Как бы это все на нет Не сошло бы Меня смущает Муж военный Что Оксана Никола Не двора Что Оксана Шестилетний сын Что Оксана Не знает языка Вообще Даже на уровне Моем В принципе было бы желание Можно научиться И это не будет являться Такой преградой Особенно Оксана С твоими способностями Ну сейчас по звездам Поскольку у нас В начале программы Была такая языковая заминка И я не понимала Имеет ли смысл Давать свои обычные рекомендации Я не упомянула Что у Тревиса Есть возможность В ближайшие два года Построить отношения Но из этих двух лет Первый год Он не будет складываться Совсем идеально И сгладить Какие-то острые углы Обойти Какие-то моменты Неудовлетворенности Очень поможет Если женщина Будет из числа друзей Это либо женщина Уже из вашей компании Либо девушка Может быть какая-то Из сегодняшних невест Но которая с вами Сможет подружиться Я вижу здесь проблему Оксана действительно Без языка не может Установить вот те самые Дружеские отношения Которые Тревису нужны При том что По типажу своему Эта девушка вам подходит Но язык может стать Действительно серьезным барьером Знакомьтесь со второй невестой Тревис, здравствуйте Я пришла к вам И надеюсь не просто На наше знакомство Но и на дальнейшее общение Меня зовут Евгения Очень приятно Евгения Спасибо 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 Евгения 39 лет Риэлтор Танцует русские народные танцы Поет в караоке Занимается разведением Цветов и овощей Предупреждает Что завтракать Ее будущий избранник Будет в одиночестве Мечтает иметь Большую семью Евгения 13 лет Жила с французом Но полюбить его Так и не смогла Надеется Что Тревис Разбудит в ней Настоящее чувство Здравствуйте девочки Здравствуйте Какие вы все Хорошенькие Сказали что она Любит цветы разводить И кстати говорят Что если девушка Хорошо ухаживает за цветами Значит она Хороший женибельный материал Жень Почему вам понадобилось Аж 13 лет Чтобы понять Мужчина который рядом с вами Нелюбимый И вы его не полюбите никогда Не жалко Лучшие годы свои Жалко А зачем жили Что за надобность такая была Каждый мужчина С которым встречается По-моему даже вы как-то говорили Да Дает нам какой-то опыт Да Но не 13 лет С нелюбимым А дело все в том Что в начале У нас были чувства Когда я с ним познакомилась Я только что приехала В Москву И для меня Первое знакомство С мужчиной Да еще иностранцем Это было Был француз Это говорим О французском любовнике Первый мужчина Ну не первый Это не любовник А кто Это гражданский муж Мне кажется Внешне Внешне они Разные Мне кажется Что ему больше подойдет Такая более Спокойная Тихая Добрая девушка А внешне Мне кажется У нас с ним типаж Очень даже схож Это был мужчина-сожитель С которым у вас были Свободные отношения Вы могли параллельно Искать себе Большую любовь Другого мужчину Вот и подружки поддакивают И он тоже был свободен От обязательств Это было уже через время Потому что Когда мы с ним познакомились Все было хорошо Все замечательно Но когда мы поехали с ним отдыхать И на отдыхе Я все часто слышала о том Что это ваш папа Это ваш папа Мне было неудобно А сколько ему было лет? На 20 лет старше Ну вы в общем-то Не хотели за него замуж Жили одним днем Детей тоже не планировали Потому что иначе бы родили за 13 лет Когда мне было 25 лет Да Я не планировала Я думала Надо еще пожить А потом Когда он стал сам предлагать о том Что давай поженимся Давай Он обязательно хотел тоже дочку Ну как-то Выходить замуж за папу Не хотелось Не хотела, да Потеряла свои лучшие молодые годы В итоге не смогла Да Вот Вовремя ребенка родить Ну может быть Это ей не очень хотелось Поэтому Все может быть Для чего он вам был нужен? Я понимаю А вы ему были нужны Зачем? Он вас так любил? Да Он этого не скрывал Любил, да? Да Вы расстались с ним окончательно? Окончательно Ну хорошо Давайте теперь вот К Трэвису Вы знаете английский? Английского не знаю Но у меня огромный опыт 13 лет общения Я не научилась в идеале Французскому языку Но я научилась переводить С русского на русский То есть его неопределенные формы Уже чувствовать и понимать Вы за 13 лет даже французскому не выучились? Он итальянец? Он больше итальянец У вас какой язык? Я итальянец Кроме русского Итальянский я изучала И по-итальянски Ну хорошо Ну английский язык на уровне Заказать в ресторане Как пройти не заблудиться? Абсолютно бытовой Абсолютно бытовой уровень Поэтому Ну то есть начало Ну какая-то основа есть, да? Да, 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 да Трэвис только успевает Да О чём они все говорят? Стараются понимать Ну ничего Главная практика Скоро у нас будет большая семья Из трёх детей И всех Нужно будет успевать выслушать И понять, что они говорят на русском Вам 39 лет Трэвис хочет дочку Вам не поздно? Нет Нет, не поздно Я очень хочу Ну смотрите, даже если я вам даю Ну вот как бы, да Ну год Притереться друг к другу Там жениться и так далее В 40 Лариса, я тут У меня клиентка, гинеколог Кстати, новую интересную информацию Поэтому забираю слова По поводу старородящих Она, кстати, дописала диссертацию Смысл какой? Оказывается, самый лучший Возраст для деторождения Это 24-28 Если женщина рожает В пределах 30-40 Проблемы у нее После Даже около 50-ти Раковые заболевания И так далее А если она рожает После 40-ка То проблемы у ребенка Ну и она В догонку и свои Это разные истории бывают Нет, нет Это не история Это диссертация А зачем сейчас Диссертации тоже разные бывают А зачем сейчас запугивать героиню? Вы хотите ее отговорить Иметь детей в принципе? Нет, чтобы она понимала А то они все Ха-ха-ха Вот тебе ха-ха-ха Ну я хочу сказать Что у женщин, которые ха-ха Долго не беременеют И не имеют детей Вообще тоже разные заболевания бывают А вот эта вот тетка Которая написала диссертацию Она просто идиотка и дура Потому что в основном Женщины рожают От 30 до 40 Это что, они все онкобольные? Нет, это второй ребенок Второй ребенок А если первый? Первый? Ну прекрати, Роза Даже это слушать не хочу И Василиса, и я Мы поздно рожали По второму вы рожали Почему? А первую я родила в 32 года Как можно вообще Выдавать какие-то Свои умозаключения За истину В первой инстанции Зачем? Люди есть впечатлительные Которые потом с этим живут И у них близко не было Никакой предрасположенности Они себя загоняют В эту проблему Более того По гинекологическим всем исследованиям Рожать полезно Никто не говорит Что это нужно делать бесконтрольно Или ждать до 50 Но в целом Женщины, которые рожают Даже в зрелом возрасте У них меньше проблем Чем у тех, которые вообще не родили Поэтому имеет смысл Я думаю, что она Старая молодая Для того, чтобы завести общего ребенка Мне кажется, они вообще Вот по возрастной категории В принципе, оптимальны, да? Да, очень друг к другу подходят Вам нравится, Трэвис? Да, очень добрый Да, милое очень лицо Глаза добрые А у вас тоже ведь Николай, не двора Ну, съемная квартира у вас Да, я в Москве снимаю Своя квартира в Ростовской области Ага Ну, а что, вот снимите вместе Все экономнее будет Найдем Найдем А хотите пообщаться с Трэвисом? Вот Да Я очень извиняюсь Я очень постаралась Принесла вам торт Хотела угостить Вы любите сладкое Женя сама По помощи Я тебе, пожалуйста, Трэвисы С ножиком и с тарелочкой И осаду Пусть она не оценит Ой, какой красивый торт Ой, какая она молодец, да? Да У вас осталось два бонуса Свидание наедине И скелет в шкафу Скелет Скелет Давайте узнаем, какой скелет Сейчас окажется, что у нее на самом деле 15 детей Без скелетов О, у вас нет скелетов? Нет У нее нет скелетов в шкафу Мне кажется, не может быть, чтобы у человека не было никакого скелета, да? Да Все равно, какая-то тайна есть у каждого человека А сюрприз? Конечно Давайте, показывайте Для сюрприза мне надо 2 секунды переодеться Давайте, быстренько Ирина, вы такая экстравагантная Спасибо А вы замужем? Нет Нет Трэвис Ирина тоже не замужем А вы, Ася? Нет Вот смотрите, и Ирина, и Ася тоже не замужем И вы можете... Английский язык знает кто-нибудь? На разговор Очень вкусно Приятного аппетита Приятного аппетита Это очень по-английски сейчас было Приятного аппетита Ну, значит, ведущие не увидели, что она подходит Трэвису, поэтому сватают ее подружек Видимо, да Знаете, что у вашей подруги там с тюбиком зубной пасты? Как у нее вообще отношения складываются? Отлично Нет, ну, в целом, мы были у нее в гостях когда-нибудь дома? Ну, наверное, видели Я видела всегда закрытый А у тебя? А что, им бывает по-другому? Вот я не могу понять вопроса У меня стоит вертикально Как у любого нормального человека с луной водолеей У меня, да У Жени тоже вертикально И у меня вообще идеальная чистота и порядок Ну, я тебе еще расскажу Я тебе потом в перерыве расскажу Попробую тюбик все Ну, сейчас скажи Ну, такие люди, как ты, с такими показателями в гороскопе, как у тебя Они не только хранят всегда тюбик очень аккуратным, всегда завернутым Они всегда еще знают, что он на конкретной полке лежит Там, не знаю, третий снизу И если кто-нибудь, не дай бог, его возьмет с этой полки Это да То есть это смерть просто Это смерть Я знаю, что у меня ножницы лежат во втором ящике справа Всегда Я не трачу время на поиски ножниц, там, я знаю, определенного крема У меня все стоит Вот если мы говорим про таких людей по складу, как Евгения Относитесь к этому как к шутке, но, тем не менее, это все равно характеризует человека У таких людей, как она, крышка у тюбика всегда лежит вне тюбика Они выдавливают его всегда ровно посередине Но это часто бывает не зубная паста, а, я не знаю, крем для бритья Потому что мелкие надписи, они не читают Она, условно говоря, деталям не уделяет очень много внимания И когда с ней происходит что-то после этого крема для бритья что-то не то Она во всем винит производителей Зубной пасты или так далее Это люди, которые, ну, в общем, по своему складу не очень аккуратны Не следят за деталями И достаточно чувствительны, и иногда неразборчивы, я бы сказала так Кстати, есть люди, которые работают, 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 работают И даже не научаются готовить Да Ладно, молодец Сюрприз готов, давайте посмотрим Аплодисменты 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 Как мне нравится, когда человек что-то делает А теперь, Стрэвис, давайте вместе Давай, 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 давай А с детства и сейчас занимаетесь? Хобби Послушайте, ну вы это делаете изумительно Молодец Стрэвис, давай, давай Стрэвис, я вас приглашаю попробовать Давай, вставай Вставай Станцевать Да-да, молодец Чизкейк надо отрабатывать Молодец, действительно, зажгла прям Не, ну видно, что она занимается По-русски, смотрите, как танцует Вот так вот, вид, вид Вы вот так вот ручкой не делаете Не стесняйтесь Мне даже не нравится Мне нравится Ну что вы с петрушкой выставляете Ну пойдемте Да Да, это присядка Молодец какая Браво, девчонки Восхитительная просто подруга Восхитительная Спасибо большое Спасибо Рэвис, проходите к нам Она застенчивая, видно Она так свободна на сцене, да Но плюс на минус это всегда хорошо Асад Тоже глаза загорелись Ну да, она хорошо танцует Безусловно А то, что вот у нее 13 лет общей жизни с иностранцем Ничего так и не получилось Я думаю, что со вторым иностранцем То же самое может произойти Не факт Ну я так думаю А вот это, вот как раз факт О чем это говорит? О том, что лучше уж вдовой была бы Знаешь, умер-умер, как говорится А тут не сложил, даже замуж не взял Пойди, знаю Правда ведь? Ну вот он так маленький Ну он смотрел, конечно, с таким взглядом восхищенным Я скажу Прям он ждал что-то Что-то ждал Мне понравилось Очень ярко Очень ярко Молодец Мужчину накормила Раслицовала Раслицовала Раслицовала, развеселила Показала весь свой вообще оптимизм Очень приятно Очень приятно, что Женя Откровенно Что она рассказала все так, как есть Она не крутила здесь Не вымучивала Не выпячивала Не пыталась как-то завуалировать Скрыть, придумать что-то Ничего в ней наносного Вот она такая, как этот танец Такой у нее характер Она очень прямая Кому-то это нравится Кому-то нравится разгадывать ребусы Я думаю, что для Трэвиса Как американца Вот такой характер, как у Евгения Рассказать все честно и прямо Был француз Не любила Ждала, когда появятся настоящие На всю жизнь Вот такая у меня жизнь Понравилась вам невеста? Очень нравится Всем понравилась Как типичные американцы Они не очень открыты Чтобы сразу пуститься Он очень сажат Это можно понимать Потому что он уже обжегся И он сейчас очень аккуратно Взять за руку и вперед Совершенно верно Все теперь только в твоих руках Я увидела не только 13 лет Отношений бессмысленных Которые никуда не вели Она это понимала Я увидела 13 лет Невыученного языка, например И неумения общаться То есть она очень плохо Осознает время, реальность И время как поток Бывают такие люди Вот это именно луна в рыбах Когда люди очень плохо чувствуют Что время мелькает Что оно течет Ни одно время в мире Ни один возраст Не течет быстрее Чем у женщины с 32 до 39 Говорят Ну то есть вот именно это время А именно эти 5-7 лет Пролетают быстро Тебе едва за 30 А потом бамс Тебе уже под 40 Или за 40 Вот, к сожалению Это время для нее Так же быстро мелькнуло Еще и в силу ее склада характера Еще есть одна невеста Проходите Аплодисменты 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 Все-таки они друг друга поймут Общая тема Общая тема какие-то Общая тема И английский владеет Родственники Не зовут вас Варежка? Варюша Варежка Варюша Варюша, да Красивое имя А брат недавно Стал называть меня Варенок Девочка хорошая Такая милая Девочка хорошая Улыбчивая такая Искренняя А что за вредные привычки Были у вашего избранника Что вы с ними не справились? Ну, в начале знакомства Он мне сказал Что любит выпить Где-нибудь к концу недели пиво Чтобы расслабиться От рабочей недели От тяжелых дней А когда мы стали жить вместе Оказалось, что он любит Делать это по средам По субботам И сегодня Ну, так почему было Сразу не бежать? Потому что мы Очень хорошо ладили Друг с другом И в целом Наша жизнь совместная Для меня была Огромным счастьем Я каждый день Благодарила Бога Что я так хорошо живу Что я встретила Такую родную душу Почему расстались? Мы расстались Потому что В какой-то момент Слово за слово Нет, смотрите Не так Вы потеряли работу Да Притом потеряли работу По вине его Он вам дал ребенка своего Да? От первого брака Я бы его здесь Ни в чем не обвиняла Нет Послушай, здесь никто Ни в чем никого не обвиняет Здесь просто разбираются Здесь обстоятельства сложились У него был ребенок От первого брака Да И он сказал Займись моим ребенком Потому что я не могу Да? Да Вы отпросились с работы Я взяла ребенка Тешит А он сказал такую фразу Что я поняла Что я оказывается одна И он не хочет Меня ни пригреть Ни обнять А это не был такой уровень Его юмора Это был, я думаю, да В какой-то степени уровень Его юмора Но я была не в настроении Ну и потом Как-то могли бы помириться Выяснить отношения Да, ну такой юмор О многом ведь говорит Не стали, да? Вы знаете, это не единственный случай Я помню Я вносила вклад Наше общее Совместное проживание И любила создавать уют Я на кухне Кое-что приобрела У меня на даче Висела очень красивая картина Которую я решила Повесить к нам в спальню Потому что она И по цвету рамы Гармонировала с мебелью И по содержанию Мне казалось И техника исполнения Была афорт Очень сложной И в общем Картина достойная Я ее повесила И он мне говорит А, ну понятно Когда съедешь, заберешь, да? Ну все Оказывается, он Я и не думала Что я когда-то съеду Да, он просто был такой дурачок Если сравнить со второй невестой То мне кажется, что она больше подходит Да Вообще, мы больше всех подходим Ну, конечно У вас остался один бонус Свидание наедине Идите вдвоем в комнату И можете целую минуту общаться Скажите, что я не бояться Вы только на минуту его забираете О, как ожил Как ожил Смотри Да, вот к сожалению Какие бы искры Какая бы химия Не происходила Но человек без языка Да Это невозможно Жизнь вообще Вся состоит из нюансов И когда ты не знаешь языка Или ты достаточно его не знаешь Неосторожное слово Не так поняли И все Это может пойти в тартарары Поэтому, конечно То, что Варвара Носитель языка И у них не будет В этом смысле проблем То это один Единственный, по-моему Вариант сегодня Для Трэвиса Правда? Он хочет русский язык выучить Пожалуйста Она может преподавать ему русский Сколько лет Ты изучал русский язык? Я учил русский язык на Одессе И Одесса я учил Вместо моей бывшей тоже Я очень люблю русский язык Я никогда не учитель Она говорит Нету Она не говорит по-английски Она говорит по-русски Потом я учил по-русски И это не важно Значит, языкового барьера Не было Любовь Решают все вопросы Да Какая романтика Да Думаю, у вас поначалу Была очень красивая история И ты наверняка рад Да? Да, это очень красиво Да Хорошо А родители же здоровы? Да Не знаете, сколько? Маме лет? Папе лет? Ну, собственно, мы родные сестры Поэтому я знаю Понятно А сколько родителям? Папе сейчас будет 70 Маме 65 Ой, позднее, да? Поздний ребенок Да, поздний Все понятно Тогда я просто подумала 43 Оказывается, там все нормально Ну вот вы на вскидку Как считаете, Трэвис? Я считаю, что Самое главное Чтобы произошло Какое-то вот Ну, то, что называется химия Если Ну, даже сейчас Он пишется вашу семью Вот, вашу Вам же придется Садиться за стол Там что-то это Если он открытый Добрый человек Он открытый, добрый человек Это же видно по нему И вся его история жизни И не жадный Вот он даже До глупости не жадный Ну, взять, оставить Дом проходимки Которая Нелюбимая Уехала с ребенком в Америку Проблема сам Ваш дурку убегает Пожалуйста К нему Подадите Смотрите, что случилось You will not speak Russian anymore Все, конец Ну, что такие страшненькие, что Он перенервничал Трэвис, нам нужно Это сделать ее в студии Пожалуйста Трэвис, мы не можем Трэвис, пожалуйста Трэвис, ну, пошлите, пожалуйста Давайте вы присядете Пять дней, пожалуйста Привет, Лариса Извините, пожалуйста Можно я просто сейчас Можете уйти Мне переводчик Пожалуйста И вы не нужны Никто А вы уйдете Трэвис Пожалуйста, не надо Ну, что такое Послушайте Вообще непонятно Конечно Ну, что, так бывает? Ну, что теперь делать? Нет, ну, послушайте Во-первых Вот я еще раз хочу сказать Что такое язык Это нюансы Может быть, он почувствовал подвох Не знаю В каких-то наших словах Вот в этих муси-пуси Не нужно было пить Что? Да ты еще на себя там Это давай Не преподь Удивительно, что человек Настолько стеснительный Да Решился прийти на передачу Конечно Вот в чем здесь причина А каким образом ему такие красавицы Как вы, Варварушка, увидите? Ваша версия Что могло там произойти в комнате? Он не любит вот этот вот Публичные танцы, песни Он и вначале говорил, что вот Не надо без этого Скромная, религиозная сменение Да, он у него очень сложное воспитание Показалось, что это его любимая песня И хотелось сделать приятную А он в этом почувствовал степну И правильно сделал Ну и что? Ну, вообще-то он меня подпевал Ну, слушайте, есть же даже фильм Сбежавшая невеста Ну, вот у нас сбежавшая невеста Девочка это еще раз подтверждает Выбирайте наших русских мужчин С нашим менталитетом А то вот вот такого замуж выйдешь Проснешься, а его нету Ни шмоток, ни мужика Вот и все Тревис золотые пятки Я очередной раз себе доказываю У нас второй случай за 8 лет Когда жених уходит В первом случае я даже поаплодировала Потому что жених был абсолютно никудышний Сейчас я чувствую, с сожалению, абсолютно искренне Потому что Потому что мы не должны были так Да Надавили Надавили Ему было дискомфортно Мы это не прочувствовали А я не согласна с тобой Я чувствую какую-то вину Мне не ловит Это как если бы Это мой дом И как бы если бы сбежали из моей семьи Из моего дома А я почувствовала, что человек, который пришел Вась, а может у него психика не шумит? У него все в порядке, все нормально А знаете, баба с возу кобыли легче Ну я бы так не стала, Роза Ну прекрати сейчас А что, взял и А баба, что ты считаешь, что он нас не оскорбил? Он нас не оскорбил У нас сегодня нет пары, к сожалению Представляете, так бывает, да Но я хочу, чтобы вы когда-нибудь своим любимым сказали Давай поженимся Удачи вам